Вышло! Серию быстрее всех, без всяких трудностей, всегда сможешь посмотреть у нас в телеграм-канале, ссылку оставлю в закрепленном комментарии под видео. Хейоу, здорово! Ханина Хорнева, нам и напомнят на связи. Сегодняшняя серия выбрала в себя практически 6 полных глав, начиная с 500 и по 505-ю включительно. И начинается то, чего многие ждали целое десятилетие. Я вам точно говорю, закачайтесь! Чисто элиту, не пройдущую мимо, попрошу подписаться на канал и сделать свой вклад в развитие. Бей в колокол и не пропускай свежие новости с обзорами на любимые тайтлы вместе с нами. Теперь резче, давайте перейдем к обзору, там сегодня будет очень жарко. Пятая серия начинается ровно с первых фреймов 500-й главы манги. На весь ГТ-13 докладывают, что Квинси не могут украсть Банкай Ичига и то, что он вот-вот должен появиться в обществе душ, придя на помощь. Показывают гору капитанов и раскадровка происходит полностью, буквально кадр в кадр. Но вдруг Акон замечает, что Ря Цу Ичига исчезла. В этот момент стену выламывает Джиданбо и снова начинается рассинхрон с мангой. Все идет точно по канону, но события перемешивают, видать, ради зрелищности. Джиданбо начинает крушить, не замечая обращения в его сторону. И дальше следуют сцены с Ичига, когда он пытается выбраться из тюрьмы, организованной Килькой Опи. Ицуга паникует, потому что слышит из трубки тревожные крики шинигами из общества душ. Главное, он услышал слова Руки о том, что она надеется на него и ждет его появления. После опенинга снова покадрово нас переносят на сцену с Килькой Опи. Он рассказывает, что Яхве присвоил ему букву Т, что означает тюремщик. Благодаря чему Ичига ни за что не выберется из этой темницы. Пока он хотел напасть на Иное Садо, его рубят напополам. И пока что нам не показывают, кто это сделал. На этом пятисотая глава заканчивается и начинается следующее. Ицуга сетует на то, что даже Гетцуга Тэншоу не помогает внутри этой тюряги. Теперь же переносимся к битве малыша Сэнбона против топейшей красотки Аснот. Многие мне писали под прошлым роликом, что это парень, а я как бы в курсе и вроде бы в том же ролике сказал об этом. Но я буду кличить его исключительно красотковой мухой. Не знаю, либо ролик без звука люди смотрят частично, либо проматывают некоторые моменты. Бьякуя хочет, несмотря ни на что, выяснить все об оппоненте и не разрешает Рэнджи вступать в бой. Он делает вывод, что в шипах света находится что-то похожее на яд. Но красотка Аснот отвечает, что его наблюдения и выводы не верны. Очень порадовала точная хронология диалогов, где муха доносит до Бьякуя, что в шипах заключается именно страх. В тех, в кого попадают эти шипы, подвержены неимоверному страху. Именно поэтому данный штернритер получил букву F, что означает Fear, в переводе на нашинский страх. В прямом смысле это самый страшный штернритер. Ну, такой красотка. Пока Аснот террадировал, Бьякуя пытался показать, что он всегда преодолевал страх. Но в моменте он теряет бдительность и получает сильный урон. Красотка объясняет, что это истинный животный страх. Он является инстинктом, и даже такой воин, как Бьякуя, не сможет его подавить. Мухи начинают окутывать все тело Бьякуи, олицетворяя чувство липкого страха. И это очень круто подается в аниме. Намного атмосфернее, чем в манге. Бьякуя собирается изо всех сил, и анимация боя просто зашкаливает. Но в этот же момент он проигрывает своему банкаю. На этом заканчивается 501 глава. Враг говорит, что Бьякуя не сможет одолеть свой банкай, используя лишь Шикай. И в этом моменте в бой вступает Абарай Кун. Рукия пытается сбежать на помощь брату, но открывает спину врагу и терпит сокрушительный удар. В этих сценах, не пойму зачем, но все направления отзеркалины. Это, конечно, роли не играет, но чисто, чтобы имели в виду. Манга вправо, аниме влево. За спиной Рэнджи встает Бьякуя и принимает на себя весь поток Сенбун Сакуры. Миллиарды лезвий пронзают его тело, и он впечатывается в стену, полностью истекающий кровью. Рэнджи пытается расчехлить свой банкай, но его тормозят ударом вбок. И вместе со своим капитаном он терпит поражение. Нам показывают Рукию, Рэнджи и Бьякую, которые полностью выведены из игры. Бьякуя просит прощения, умирая стоя, находясь в стене. Хашвальд говорит, что похоже Бьякуя помирает, но в этот момент перед ним и Яхве появляется Зараки Кинпачи с тремя Квинси на плечах. На этом 502 глава заканчивается. Зараки одолел в бою трех штернритеров Р, Ю и Кью. Рев, Юрселф и вопрос. Он вкратце рассказывает, какими никчемными войнами были эти трое Квинси и как он на Изячих их поломал. И кстати, те, кто жаловались на цензуру, добро пожаловать на месиво. Хашвальд ведет с ним диалог, но Кинпачи нападает на Яхве, заявляя, что он пришел убить главаря. Яхве блокирует его удар и нас переносят к Ичигу. Бестолковый Рыжик все борется с тюрячкой и скорбит попадшим товарищам. Но у него до сих пор не получается выбраться. Дальше нам показывают, что Шинигами терпят поражение по всем фронтам и даже 69-ка уже на пределе. Ему достался Штернритер О, олицетворяющий уничтожение. Он кичится банкаем своего прошлого врага. Бедняжный Нонит хвастается уничтоженными воинами и объясняет, что он становится сильнее с каждой победой над врагом. И оказывается, именно он стоял за смертью лейтенанта Сасакиба. По его жалкую душонку появляется Гинрюсай. Дрискол смеется и говорит, что пришел за головой Ямамото. И убить его он хочет именно банкаем, его лейтенанта Сасакиба. На этом заканчивается 503-я глава. Он пробуждает банкай Сасакиба и говорит, что его не видели уже более 2000 лет. Нам говорят, что этот Занпакто был способен контролировать силу природы и его банкай громыхает молниями. С сильнейшим зарядом, но Нитчик заряжает по Гинрюсаю и начинается флэшбэк. Ямамото еще очень молод. Он рассказывает о своем прозвище за счет шрама в виде Эйналбу. Ему очень не нравилось это прозвище, он это неоднократно подчеркивает. Но Сасакиба говорит, что он, как и требовалось, за месяц достиг банкая. Раскрывается старая дружба между топейшими шинигами. В аниме раскрывается все точно так же, как и в манге. И в этот раз, в отличие от первой серии, не было упущено ни единого слова в диалоге с Сасакибой. Ямамото дал ему возможность продемонстрировать силу его банкая. И в этом дружеском спарринге главнокомандующий получил еще один шрам. И теперь он имел форму креста. Именно после этого Ямамото взял себе имя Гинрюсай. Подчеркивается связь с настоящим другом деда. Ведь только ради него он имеет новое прозвище. Дурачок Квинси думает, что наносит дымак по деду и злорадствует. Но дед стирает улыбку с его лица и обещает лично убить каждого, кто вступил в общество душ. Банкай в руках этого опуща настолько слаб по сравнению с Чоджера, что дед впадает в ярость. Бедняга Штернритер минусуется и на этом заканчивается 504 глава. Старик прощается с Чоджера, отправив его убийцу на тот свет вместе с Банкаем друга. Дальше Гинрюсай идет карать всех остальных попаданцев. Все капитаны замечают пылающий дух Руджинджаки и воспаряют своим. Даже малышка с айфон видит злобу главнокомандующего. Никто никогда не видел деда во всей красе на передовой. К каждому капитану и лейтенанту приходит второе дыхание. Все вокруг подымаются и готовятся к новым атакам, а Киораку говорит, что у него такое чувство, будто его отчитали как подростка. И на этом серия заканчивается. На самом деле в 505 главе еще остается три страницы, но я понимаю, почему их перенесли на следующую серию. Нас ждет самый долгожданный бой. Столкновение Гинрюсая и Яхве. В следующей серии мы сможем насладиться не фан-анимацией, а каноничными сценами из аниме. В бой вступает Руджинджака. Оценивай работу лайком и пиши комменты, как тебе серия и готов ли ты к величайшему расчехлению Занкано Тачи? И спепелит ли Руджинджака? Превьюху подготовлю, будь здоров. 10 лет я ждал этого события. Сегодня в конце ролика хочу поблагодарить всех спонсоров на Ютубе и на Бусти. Спасибо всем мужикским мужикам и красотковым красоткам за поддержку канала Монеты. Каждого сердечно обнял и принял. Всех меньше, чем три. Ну и на этом будем закругляться. Поэтому всем удачи. Нужные ссылки будут, как обычно, в закрепленном комментарии под видео. Покорим же все моря и станем шинегами вместе. До скорых встреч. Банкай!